Всем привет! Мы продолжаем разбирать наш учебный курс, и сегодня мы поговорим про организацию файловой системы Linux и назначение основных каталогов. Также мы посмотрим основные команды консоли для работы с файлами, создание каталогов и файлов, просмотр в подробном виде списка файлов, оценка занятого места и другие. Также мы разберем, какие есть права доступа к файлам в Linux и как их можно изменять. Важной частью любой операционной системы является файловая система. Это специальная программа, которая входит в ядро операционки и отвечает за работу с файлами и папками на нашем жестком диске и контролирует доступ к ним пользователей. Все современные файловые системы иерархические, то есть состоят из набора папок, которые могут содержать другие вложенные папки. Отметим, что синонимы слова «папка» — это каталог и директория. В Windows используется файловая система NTFS, а ранее была FAT32. В Linux используется файловая система XT версии 4. В macOS используется собственная файловая система компании Apple — APFS — Apple File System. В Windows вложенные папки разделяются обратным слэшем. В Linux — прямым слэшем. Отметим также, что в Linux важен регистр названия файлов и папок, а вот в Windows, например, это значение не имеет. На слайде с одной стороны показаны папки Windows в файловой системе NTFS в проводнике. С другой стороны на первой картинке показаны список некоторых папок Linux файловой системы XT4 в консоли. На второй картинке показан запущенный в Linux файловый менеджер Midnight Commander. Это программа, которая отображает файлы и папки жесткого диска в виде двух панелей, что упрощает работу пользователя. Для Windows, например, аналогом такой программы является Total Commander. На слайде вы можете увидеть иерархию стандартного набора папок, которые есть сразу после установки практически в любой Linux-системе. В Windows все начинается с буквы раздела диска — диск C, D, E и так далее. В Linux все начинается с символа прямой слэш. Это так называемый корень файловой системы Linux. У каждого пользователя внутри каталога Home есть свой персональный домашний каталог по имени пользователя. По умолчанию всю работу пользователь делает в этом каталоге. Для перемещения между каталогами есть специальная консольная команда CD от слова Change Directory — сменить директорию. Также есть спецсимволы — точка для обозначения текущего каталога, две точки для обозначения вышестоящего каталога и тильда «Волнистая линия» для обозначения домашнего каталога пользователя. Эти спецсимволы удобно использовать при выполнении различных команд в консоли. Для просмотра содержимого текущей папки, то есть какие в ней есть файлы и каталоги, служит команда LS от слова List. У нее довольно много опций, которые мы подробнее разберем и посмотрим на практике. На данном слайде представлен стандартный набор каталогов, которые есть практически в любом дистрибутиве Linux сразу после установки системы. Давайте скажем несколько слов про основные из каталогов. Первый — каталог BIN. Он содержит набор программ утилит, которые использует в повседневной жизни пользователь Linux. Когда мы говорим «команды консоли», то как раз таки подразумеваем некоторую программу утилиту, которая содержится в каталоге BIN и запускается при вызове соответствующей команды. То есть команды консоли — это программы утилиты. Исключение составляют некоторые команды, которые встроены в саму оболочку, например, команда CD для смены директории. Следующий каталог — SBIN. Он также содержит некоторые программы утилиты, только их отличие в том, что они используются системным администратором для управления и конфигурирования сервером. Например, там содержатся команды ifconfig, которые выводят настройки сетевых интерфейсов системы. В современных дистрибутивах Linux содержимое каталогов BIN и SBIN перенесено в каталоги UserBIN и UserSBIN, а сами они являются просто ссылками на них. Каталог DEV содержит файлы, связанные с устройствами, подключенными к нашему серверу, как физическими, внутренними и внешними, так и виртуальными, например, терминалами. Через файлы каталога DEV вы можете взаимодействовать со своими устройствами напрямую. Эти файлы обслуживаются драйверами устройств, которые, в свою очередь, входят в состав самого ядра операционной системы и работают на уровне ядра. Каталог ETC содержит текстовые конфигурационные файлы с настройками сетевых служб и сервисов, развернутых на нашем Linux сервере. На лабораторных работах мы будем достаточно много работать внутри этого каталога, изменяя конфигурации различных служб. Каталог LIB содержит набор стандартных системных библиотек, используемых нашими программами. Каталог HOME содержит отдельные каталоги для каждого из пользователей нашей системы. По умолчанию у каждого пользователя Linux есть право на запись только в его домашний каталог и в каталог TMP. Оставшиеся нерассмотренными каталогами мы разберем в рамках практикума. В красном обведены каталоги, с которыми мы активно будем работать на лабораторных работах. На данном слайде представлены основные команды консоли, которые будут полезны нам при работе с файлами и папками. У каждой команды довольно много опций, которые указываются после названия команды через тире. Запоминать опции наизусть не нужно. В любой момент вы можете использовать справочную систему Linux для просмотра информации о команде и ее опциях через команду MAN. Основные команды и их опции мы рассмотрим в рамках нашего практикума. Для просмотра информации о том, какие в системе есть жесткие диски, какие на них есть разделы, сколько места на них занято, сколько свободно, есть команда DF, сокращение от Disk Free. Для просмотра информации о том, сколько места на диске занимает содержимое текущей папки, где вы находитесь, есть команда DU, сокращение от Disk Usage. С учетом того, что современные сервера, как правило, используют высокоскоростные SSD-диски ограниченного объема, слежение за объемом занятого места на диске и своевременная его очистка от ненужных файлов и папок — весьма актуальная задача. Одна из основных команд, которые мы будем использовать на практике очень часто, — это команда LS с ключами "-L", "-A". Ее сокращенный вариант, так называемый акроним, — это команда LL. Она выводит подробную информацию о содержимом текущей либо указанной папки по отдельной строчке на каждый имеющийся файл или папку. Для операционной системы Linux все, что есть на нашем жестком диске, является файлами. Тип файла определяется первой буквой, подчеркнута красной линией на рисунке. На слайде представлены основные типы файлов, которые есть в Linux, и их символьное обозначение. Мы с вами будем работать помимо обычных файлов и каталогов со ссылками, которые будем создавать при помощи команды ln от слова link. Ссылки бывают мягкие и жесткие. Более подробно тему ссылок на файлы мы разберем в рамках практикума. В Linux есть три вида прав доступа. Это чтение файла read, запись в файл в write и исполнение файла execute. Наличие этого права доступа говорит нам о том, что файл является исполняемой программой. При этом выделяются три вида пользователей. Владелец файла, основная группа, которой принадлежит владелец файла и все остальные. Для каждого вида пользователей определяются наличие или отсутствие каждого из трех перечисленных ранее видов прав доступа. В результате у нас получаются три тройки прав доступа для каждого вида пользователей. Если какого-то права доступа нет, то в соответствующей позиции стоит прочерк. Право доступа на картинке подчеркнуто красным. Имя владельца файла зеленым. Основная группа подчеркнута желтым. В Ubuntu для каждого пользователя создается по умолчанию группа с таким же именем, как само имя пользователя. Поэтому на картинке мы видим моего пользователя Ренат с таким же именем группы Ренат. В других версиях Linux это поведение может отличаться. Каждый из видов прав доступа кодируется своей цифрой. Цифровое обозначение прав доступа к файлу определяется суммой соответствующих числовых кодов. Примеры числового кодирования разных прав доступа для разных видов пользователей вы можете видеть на слайде. Также на слайде описано смысловое значение каждого из вида прав доступа для файла и для каталога. Как правило, при изменении прав доступа новые права задаются цифрами. Однако можно также использовать и буквенные обозначения R, V и X со знаком плюс или минус для добавления или отнятия прав. Изначально в нашей операционной системе есть только один пользователь, которого мы задаем при установке. Он по умолчанию сразу входит в группу администраторов судо. Для добавления новых пользователей, новых групп и изменения свойств существующих пользователей мы можем использовать команды, представленные на слайде. Кроме обычных пользователей, в Linux сразу после установки также имеется набор системных пользователей, которые используются различными службами и сетевыми сервисами. Подробную информацию обо всех пользователях системы и группах можно посмотреть в файлах, указанных на слайде. Также на слайде представлены команды для изменения прав доступа к файлам и папкам и смены их владельца и группы владельца. Команда Unmask сдает набор прав, которые будут применены к новым создаваемым файлам и папкам по умолчанию. На данном слайде представлены примеры выполнения некоторых команд по изменению прав доступа к файлам, добавлению пользователей и смене владельца у файлов. Результаты выполнения команд иллюстрируются командой LL. Предлагаю вам поставить видео на паузу и рассмотреть внимательно результаты выполнения различных команд на картинке. Более подробно эти команды мы рассмотрим в рамках нашего практикума. Кроме стандартных прав, рассмотренных ранее, существуют так называемые специальные права. Их описание представлено на слайде. На практике они требуются редко. В рамках нашего практикума они нам не понадобятся. По ссылке на слайде вы можете прочитать про них подробнее. Также отметим, что в файловой системе XT можно использовать более сложные иерархии прав доступа, так называемые ACL, сокращение от Access Control List. Для их использования вам нужно провести необходимую донастройку файловой системы. В интернете есть подробные инструкции, как это можно сделать. В рамках лабораторных работ нам это также не понадобится. Редактор субтитров А.Семкин